Добрый день! Меня зовут Мир Вильярд и я представляю отдел музейной педагогики и проектной деятельности Музея искусства имени Аблхана Костеева. В этом видеоролике я хочу предложить вам сформировать представление о месте и роли современного искусства региона Восточной Азии в периоды новейшего времени в мировой истории искусства. Большое влияние на зарождающееся искусство Китая, Японии и Кореи оказал буддизм, он распространялся через Азию в основные части света и оказал большое влияние. Когда религия устанавливалась в каждой принявшей ее стране, она приносила с собой новые формы, такие как статуи и монументальные скульптуры. Раннее искусство Японии было также связано с буддизмом, но с 19 века, когда страна стала отходить от влияния Китая, светское искусство становится более важным и живопись приобретает прочные художественные традиции. В обществе, где люди писали кистью, а не пером, было интуитивное понимание эстетики живописи, скорость социально-технологических перемен повлияла на художников, массовое производство краски в тюбиках сделало возможной работу на открытом воздухе, а не только в мастерской. Первый этап глобализации ознаменовался подъемом международных средств общения, благодаря чему появилось экзотическое влияние от японских литографий до африканских масок. Потрясающий расцвет индивидуальных стилей и конкурирующих движений шел в ногу с подъемом европейских диктатур на Востоке и на Западе, которые полностью отказались от дегенеративного буржуазного искусства и покровительствовали периодическим изображением героев. После того, как картина «Казнь кисти Юми Джуна» была продана за 6 миллионов долларов на лондонском аукционе Сотби в 2007 году, она стала самым дорогим произведением современного китайского искусства. Высокая цена является очередным доказательством интереса западных коллекционеров к восточно-азиатскому современному искусству. В то же время, сходство данной работы с картиной 3 мая 1808 года в Мадриде Франсиско Гоя иллюстрирует влияние западной иконографии на искусство Восточной Азии. Лицо с закрытыми глазами, застывшее от смеха – это автопортрет, присутствует как повторяющийся мотив во всем творчестве Юми Джуна и одновременно служит маской, за которой скрываются более глубокие внутренние эмоции. Несмотря на то, что китайское современное искусство находится в младенческом возрасте, оно уже прошло несколько стадий развития. Либеральная политика конца 70-х годов привела к резонирующей активности. Художники черпали вдохновение в проходивших в это время выставках и перформансах, которые впервые за долгое время были открыты современному западному искусству и экспериментировали с различными стилями и техниками. Однако после жесткого подавления протестов на площади Тяняньмэй в 1989 году многие из них занялись поиском своей культурной принадлежности. Это привело к появлению политического поп-арта, который опирался на поп-арт и циничный реализм. Художники, такие как Джан Сайоган, в своих работах, например, серия «Разословная», пытались переосмыслить прошлое своей страны. В результате правительство стало рассматривать современное искусство как подрывающее устое и запретило художникам публично выставляться. Как следствие, некоторые из них, например, Жан Хуань, покинули страну и уехали на Запад. После переезда художник создал серию перформансов, таких как «Генеалогическое дерево», для которого он специально пригласил трех мастеров к каллиграфии, и те писали на его лице китайские иероглифы до тех пор, пока оно не стало полностью черным. Во время подготовки к Олимпийским играм в Пекине в 2008 году запреты, по крайней мере, на аполитичное искусство смягчились, и в начале 21 века многие художники вернулись в Китай, принеся с собой новые веяния и идеи. В Японии же искусство долгое время страдало от негативной оценки Запада. Несмотря на то, что западные концепции являлись стимулом для японских художников, они в то же время разрушали целостность национального искусства. Для понимания природы современного японского искусства необходимо учитывать именно его раздвоенную сущность. Поражение Японии во Второй мировой войне и последующее доминирование США в политической и культурной жизни страны в значительной степени определили развитие послевоенного национального искусства. Открытие японского павильона на Венецианской бюленире в 1956 году символизировало возвращение этой страны к мировому культурному сообществу. Многие японские художники впитали в себя западные авангардистские тенденции. Среди них Яйова Куасама. Она работает в различных жанрах, включая живопись, рисование, скульптуру, кино, перформансы и инсталляции, создавая психоделические творения, среди которых мечтающая тыква с точками, отражающими абстрактное искусство. После того, как в 90-х годах лопнул очередной экономический пузырь, японское сообщество столкнулись с рядом глобальных проблем, что и нашло свое отражение в творчестве молодых художников, все чаще обращающихся к вопросу природы и национальной самобытности. В результате появились такие работы, как «727» «Такаси Мураками», которые обращаются к суппу и пуре и расширяют сферу интересов современного японского искусства. В Южной Корее контекст, из которого возникали новые тенденции в искусстве после Корейской войны, был сугубо локален, а художественные методы брали за основу традиционную технику от живописи тушью и белого фарфора до искусства бончон – керамики из белой глины. Для многих южнокорейских художников изучение западного искусства начиналось сначала дома, затем продолжалось за рубежом, куда они уезжали для дальнейшего обучения. Темы самобытности, движения и коммуниканции затрагивались в 90-х годах художниками, чьи работы постепенно начинали получать признание, как, например, творческое действие города в пути – «2727 километров» на грузовике с баулами «Ким Суджи». Но корейские национальные традиции всегда имели сильное влияние. Повседневность также остается важной составляющей для художников этого региона. Реагируя на политическую ситуацию, группа «Народное искусство» 80-х годов отображал социальные изменения популярными визуальными средствами, такими как «Мирхва» и «Народная живопись». Несмотря на то, что некоторые художники чувствовали дискомфорт в обществе, именно это и привело их к радикальному разрыву с прошлым. Поток визуальных образов век масс-медиа привели к тому, что работы искусства рассматривались как одно из изображений среди многих других. Радикальные формы искусства, такие как инсталляции, стали привлекать толпы посетителей, и многие художники легко приспособились к положению звезд массовой культуры. А художественные музеи и галереи, показывающие искусство как прошлого, так и настоящего, заняли важное место в массовом времяпрепровождении в индустрии туризма.